Амазонка – одна из известнейших рек нашей планеты. На протяжении многих лет она привлекает повышенное внимание со стороны как ученых, так и туристов со всего света. И поверьте, ей есть чем вас удивить. Сегодня в выпуске вы узнаете, почему Амазонка ежегодно привлекает сотни серфингистов, как в самой полноводной реке мира появились дельфины, и почему через нее не построили ни одного моста. Амазонка безоговорочно носит гордое звание самой полноводной реки на Земле. Средний расход воды в ней в пять раз больше, чем у ближайшего конкурента – реки Конго, и составляет 18% общего стока всех рек, впадающих в мировой океан. Величественная река ежесекундно вносит в Атлантический океан более 200 тысяч тонн воды и опресняет его на расстоянии в 160 километров от берега. Виссон Пинсон, первый из европейцев, обследовавший устья Амазонки в 15 веке, из-за опреснения океанских вод назвал ее рекой Святой Марии Пресного моря. Современное же название она получила благодаря другому испанцу – Франсиско де Орельяно. Летом 1542 года, сплавляясь по реке, его отряд наткнулся якобы на воительниц из древнегреческих мифов амазонок и вступил с ними в бой. Естественно, сейчас считается, что это были индейские женщины или просто длинноволосые индейцы, которых испанцы приняли за женщин. Но как бы ни было, аборигены настолько впечатлили испанцев, что Франциско, который хотел дать реке свое имя, передумал и назвал ее в честь легендарных амазонок. Про амазонку не устанешь говорить самое-самое. Так, площадь ее бассейна занимает более 7 миллионов квадратных километров. Естественно, более обширного речного бассейна не существует. Эта площадь сопоставима с площадью Австралии. То есть водосборный бассейн одной реки сравним по размерам с целым континентом. Звание самой длинной реки на Земле также, похоже, принадлежит Амазонке. Хоть в научном сообществе это и считается дискуссионным вопросом, ее длина по минимальным оценкам составляет 600-400 километров. Но если мерить от истока у Каяли, то длина Амазонки 7,100 километров, что больше на 150 километров, чем у африканского Нила. Однако Амазонка имеет очень сложное и непостоянное русло, в большей степени обусловленное сезонными климатическими факторами, что усложняет процесс получения точных измерений. Таким образом, окончательная длина реки остается открытой для продолжающихся споров. Ну, а сейчас перейдем к менее известным, но не менее удивительным фактам, относящимся к самой крупной реке мира. В 2011 году геофизики Бразильской национальной обсерватории Валия Хамза и Элизабет Товарис Пиментел поделились с миром крайне интересным открытием. Сравнив температуры воды и скважин, расположенных в различных частях бассейна Амазонки, исследователи пришли к мысли о существовании подземного течения под руслом реки. Вода в нем течет с запада на восток, соответствуя потоку Амазонки. Река Хамза, такое неофициальное название получило подземное течение, проходит на глубине около 4 километров сквозь пористые грунты. Хамзу лишь с большой долей условности можно назвать рекой. Дело в том, что течение слишком медленное. Скорость движения воды равняется всего нескольким сантиметрам в год. Это медленнее, чем движутся ледники. Но, тем не менее, предполагаемая протяженность подземного течения доходит до 6 тысяч километров при среднем расходе воды 3900 метров кубических в секунду. По этому показателю подземный дублер Амазонки отстает от Нила всего лишь на 20%. Но, что интересно, воды подземного потока, ширина которого, по мнению ученых, достигает 400 километров, имеют высокий уровень солености. Когда совершаются такие необычные открытия, то с уверенностью можно сказать, что человек еще очень далек от понимания процессов, происходящих под землей. Но не менее любопытны процессы, происходящие на поверхности Амазонки. Как правило, дважды в год случается удивительное, и вода из Атлантического океана устремляется вверх по течению реки на сотни километров. Волну, образующуюся при таком явлении, называют бором. В Южной же Америке явление известно как приливная волна Парарока. Ее высота достигает 4 метров, а скорость — 25 километров в час. Она настолько мощная, что услышать ее можно за полчаса до того, как увидишь. Как известно, где волны, там, как правило, и серфингисты. С 1999 года ежегодно проводятся фестивали речного серфинга на реке Гуама. Фестиваль собирает сотни участников. Но стоит помнить, что волна Парароку очень опасна. Экстремалам грозит столкновение не только с различным мусором с берегов вплоть до деревьев, но и недружелюбными представителями местной фауны. Впрочем, отчаянных смельчаков так просто не напугать. Поэтому речной серфинг имеет много поклонников. Но почему же происходит такое явление? В результате изменения положения Луны и Солнца относительно Земли совместно с гравитационными эффектами вращения нашей планеты происходит мощный прилив соленых вод Атлантического океана, которые в узком мелководном устье сталкиваются с водами Амазонки. Более плотная морская вода выталкивает встречную речную волну, образуя бор. Встречая на своем пути мелководье, волна резко увеличивается в высоту. Кроме того, от широкой дельты вверх по течению, где русло сужается, эффект усиливается. Пара рока может уйти вглубь континента почти на 800 километров. Возможно, именно так в Амазонке завелись животные, которых меньше всего ожидаешь увидеть в реке. И это не популярные зубастые пираньи или черные кайманы, а амазонские речные дельфины или бауто. Их отличает длинное кожистое рыло, которое великолепно подходит для ловли рыбы, запутавшейся в ветках, и выкапывание ракообразных из донного ила. Боту достигают 2,5 метров в длину и могут весить по 200 килограмм. У них маленькие глазки, так как зрение в мутной воде им не очень-то и нужно. Про питание гораздо проще искать, пользуясь эхолокацией. Но почему исконные жители соленых морских вод перебрались в пресные водоемы? Хилли Гамильтон, биолог из Калифорнийской академии наук, считает, что около 15 миллионов лет назад уровень моря был выше, и поэтому обширные части нынешней Южной Америки пребывали под толщей соленой воды. Но с течением времени море отступало, а часть дельфинов оставалась на прежних территориях. И за миллионы лет в бассейне Амазонки они превратились в совершенно удивительных существ, мало чем похожих на своих морских родственников. Чем еще Амазонка способна удивить, так это тем, что, несмотря на поражающее воображение развития современной науки, по сей день люди не построили ни единого моста через главное русло этой величественной реки. А ведь она почти разделяет Южную Америку на две части. Некоторые ее истоки находятся всего в 200 километрах от Тихого океана, а впадает Амазонка уже в Атлантический. За отсутствие мостов ответственны сразу несколько причин. Одна из проблем заключается в самобытности реки. Уровень воды в ней отличается непостоянством. Ширина в среднем течении колеблется от 4 до 5 километров, но с наступлением сезона дождей увеличивается до 20. Кроме того, берега состоят из постоянно размывающихся речных отложений. Опоры нужно было бы вбивать очень глубоко в землю. А в самой Амазонке немало мусора. Но основная причина отсутствия сухопутных переправ заключается в том, что строительство гигантского моста экономически невыгодно. Им просто некому пользоваться. Бассейн реки не может похвастаться большим количеством населения. Да и дорог там мало. Желающие насладиться красотами тропических лесов Амазонки предпочитают путешествовать на лодке. Этот вид транспорта популярен и среди местных жителей. Но если говорить о регионе в целом, то один мост там все-таки есть. Это Вантовый мост длиной 3595 метров через Рио-Негру, крупнейший левый приток Амазонки. Мост соединяет самый большой бразильский город штата Амазонас, Манаус, и муниципалитет Иран-Дуба. Высота его центрального пролета составляет 185 метров, что обеспечивает свободное судоходство по Рио-Негру даже в период самой высокой воды. Мост строили без малого 4 года, затратив в общей сложности около 625 миллионов долларов. И учитывая его стоимость, в Амазонии вряд ли в ближайшее время появится что-то подобное. Впрочем, есть один большой минус в урбанизации и доступности бассейна Амазонки – это приводит еще к большей вырубке деревьев. Так, Манаус, преодолевший отметку в 2 миллиона жителей, находится в центре крупнейшего в мире дождевого тропического леса. За 2020 год было вырублено 11 тысяч квадратных километров леса вдоль реки Амазонки. Это максимальный показатель за последние 12 лет. И сколько бы ни говорили о том, что тропический лес – это легкие планеты, наращивать объемы вырубки даже не помешало общее снижение мирового ВВП более чем на 4%. И если Бразилия, Колумбия и другие страны региона, под чьим контролем находится, значительная часть амазонских лесов не одумаются, то негативных последствий не избежать всему миру. На этом у меня все, друзья. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео, и вы узнали много нового. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!